Мы знаем, вы слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. И всем говорим, здравствуйте, Олег Пек, Александр Шонин, Утро на Болткоме. Да, сейчас поговорим на такую тему, действительно, которая волнует общество, наверное. И каждый наверняка сталкивался в поиске работы с тем, что его, конечно же, оценивают. Оценивают не только способности, но и масса других факторов тут включается. Насколько часто вообще сталкиваются с дискриминацией при поиске работы латвийцы. И вообще нет ли здесь какого-то противоречия. Потому что, конечно, с одной стороны, работодатель ищет, хочет, как было в анекдоте, чтобы обязательно был молодой, только что закончив школу. И при этом с опытом работы не менее 20 лет. 20 лет, 4 языка, ну и так далее. Да, 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 да. Конечно, могу только подхватить. Требований много. И последнее время, так как мы живем в мире политкорректности, напрямую не говорят, но нет-нет, и проскальзывают достаточно явственные намеки на то, что, вы знаете, вашу отрасль уже такой, как бы, может нам не подойти, а молодым вперед шагать. То есть, такой эйджизм в самых его диких проявлениях. И как раз в Латвии проходит компания, которая называется Атвертыба и Рвертыба. То есть, открытость – это ценность. Она посвящена вопросам эйджизма во всех его проявлениях, не только при приеме на работу. И у нас на связи бизнес-партнер предприятия по управлению человеческими ресурсами, Эрда Групп, Парасла Башко. Доброе утро. Доброе утро. Ну, насколько действительно часто сталкиваются с вопросами эйджизма? И вообще, может быть, для наших слушателей, в чем это проявляется, эйджизм, и почему это плохо? Доброе утро всем. Сразу, наверное, начну с того, что эйджизм – это такое имя, которое, по-моему, у нас не такое же, мы к нему не привыкли. То, как мы говорим, вообще, когда мы разговариваем друг с другом, это то, что те люди, которые уже за 50, они или не умеют уже работать, или становятся слишком такими медленными и уже не справляются со своими обязательствами. Так что на работе – это номер один, где мы видим, что эта дискриминация происходит. Особенно, когда набираются люди на работу, то всегда, мы сейчас уже не видим, но даже несколько лет еще обратно даже в объявлениях писали, да, до 35 лет, например. И что происходит, и что мы должны, с чем, наверное, о чем думать, что наш народ или наша нация как такая стареет, и уже через несколько лет больше будет тех, кому за 50, чем тех, кому меньше 50. И это означает, что на рабочем рынке уже не будет возможности выбрать работника по возрасту. Но то, что мы должны будем начинать думать, и о чем многие уже думают сейчас, это что работников мы должны отбирать по их качествах, по их способностях и по тому опыту, который они уже получили. Ну вот, кстати, в Америке даже есть термин Pepsi Challenge, когда была в свое время рекламная кампания, когда две бутылочки, в которые наливали колу, ну, Coca-Cola и Pepsi-Cola, и попросили выбрать тот напиток, который более вкусным кажется, но человек не знал, что находится в бутылке, они абсолютно похожи. То есть вот примерно вы говорите о том, что выбор должен быть вот такой непривзятый, то есть мы должны оценивать исключительно деловые качества человека, а не его возраст. Ну, я вообще-то и думаю, что у каждого возраста есть свои такие хорошие стороны. Например, сейчас, когда очень многие говорят, ну, мне надо такого, вот как вы говорили, да, 20 лет или 25 лет, с опытом, ну, 20 или сколько лет тоже. И то, что происходит, что новые люди, которые сейчас ходят в рабочий рынок, когда я говорю с работодателями, они говорят, там все супер, они очень быстро учатся, они все умеют делать в компьютерах, там все прекрасно, кроме одной вещи. И это между собой, коммуникация между людьми. И это единственное такое качество, которое ты не можешь, как бы, получить, кроме того, как работая и разговаривая с людьми. И я когда и сама работала в больших предприятиях, и сейчас работаю с другими организациями, я это вижу как одной из самых главных сфер, где компании готовы влаживать очень большие деньги, чтобы это в людях развивать. Но есть уже очень много очень хороших работников, у которых это качество есть. И если посмотреть, вот мы сами или идем в магазин, или в банк, когда мы получаем лучший сервис? Мы получаем этот сервис от тех людей, несмотря на них возраст, которые умеют разговаривать с другими. И эти вот есть такие некоторые качества, о которых подумая, для меня, например, возраста просто уже нет. Мы смотрим именно на то, какими качествами эти люди обладают. Мы русские обладают. У вас прекрасные русские, все в порядке, огромное спасибо. Но что меня смущает, я безусловно с вами согласен, но то, что вы сейчас сказали, имеет отношение к сфере так называемых, тоже модный термин, soft skills, вот это вот умение общения, коммуникации и так далее. Но будем откровенны, люди более молодого возраста, я имею в виду не совсем прям школьники, первокурсники, а 23-25, которые имеют уже какой-то хотя бы минимальный и жизненный опыт в том числе, они на рынке труда котируются больше и выше в силу именно образования и владения технологиями, в отличие от более возрастных коллег, которым гораздо труднее, объективные есть тому причины и субъективные обстоятельства, им труднее дается овладение новыми какими-то навыками и все, что связано, как правило, с цифрой, с компьютерной техникой и так далее. И если брать на работу, ну я в этом просто вижу момент тоже лицемерия, когда нельзя в объявлении указать возраст, ну как вы привели пример, да, только до 35 лет, но все равно в уме ты понимаешь, что ты хочешь не хочешь, а будешь отсеивать на рабочих интервью кандидатов более возрастных. И опять же, ну есть моменты, когда коллектив, ну изначально как-то он сложился, скажем, молодежный, и специально натужно как-то туда брать на работу, ну простите, стариков, условно достаточно, да, в кавычки возьмем сейчас это слово, но он будет выбиваться из этого коллектива, и это тот момент, когда инклюзивность, она и вымученная, и довольно лицемерна. Я думаю, что вы касаетесь очень важной темы, это стереотипы. Те, которые старые, не умеют быстро или как-то выучить все компьютерные программы или все остальное, те, которые молодые, с этим очень хорошо справляются. По-моему, это очень стандартный стереотип, который есть у большой части нашей среды, особенно я это вижу по руководителям. Если у руководителя сложилось впечатление, что те, которые, я не знаю, старше 40 или 50 лет, уже ничему не годятся, то и его команда думает так же. Потому я думаю, что большая часть этой компании есть именно повлиять на мышление руководителей, работодателей, потому что это даже уже сейчас доказано в науке, что те команды, которые различные, там нигде, где все люди одинаковые, но там, где разные люди в одной команде, эти команды намного лучше делают инновации, они намного лучше делают результат, потому что они могут друг друга пополнять. У нас нет как армии всех одинаковых, но там именно это разнообразие им помогает достичь своих и бизнес-целей, и личных целей. Ну как раз армия тоже хороший пример, там и разные по чину, и разные по возрасту, и разные по опыту, так что, по-моему, наоборот, очень удачная параллель. А, Парсла, кстати, о компании. Расскажите в таком случае, раз коснулись, да, и прозвучало в ваших словах, что это за компания, в чем она проявляется, чему посвящена, какая итоговая ее цель? Да, значит, компания, которая в этом году называется «Открытость – это ценность» или «Атвертиба» и «Рвертиба», именно посвящена тому, чтобы рассказывать про Эйджисен. В этом году компания происходит уже четвертый год, и каждый год мы как бы смотрим на свою проблему, которая является в обществе. И цель – как бы создавать диалог, начинать дискуссию о том, как не дискриминировать никого и как как бы поощрять эту терпимость между разными группами людьми. В этом году, как я уже говорила, мы призываем и компаний, работодателей и общество в целом посмотреть на свои предрасрутки и стереотипы между этими возрастными группами, да, и намного больше как бы смотреть не на то, сколько у тебя лет по паспорту, потому что, как мы знаем, наш возраст у нас в голове, но именно смотреть на того, какая ситуация в рабочем рынке, принимать в участии то, что уже сейчас, вы знаете, сколько в Латвии людей, те, которые старше 50 лет, уже 800 тысяч, да, и эта цифра растет с каждым годом, и думать о том, как менять свою рабочую среду, чтобы вовлечь и эту группу, которая, между прочим, по данным Омбудса, Омбуда Латвии в прошлом году была самая дискриминированная группа в Латвии. Ну, в принципе, это ведь проблема не только Латвии, и во всем мире мы наблюдаем, ну вот старение, особенно в таких индустриально развитых странах, там Европа, Соединенные Штаты Америки, и в Америке, например, был, я понимаю, что эти проблемы стараются заниматься не только на государственном, но и как бы пытаются использовать в том числе и такие доступные средства, как «Кинематограф», был прекрасный фильм «Стажер», где вот Энн Хэтэвэй и Роберт Де Ниро играли, я понимаю, что это тоже один из таких посылов обществу, где пытаются эту проблему, ну вот, проговорить, показать, и на примере вот с популярными актерами, может быть, тоже, ну, донести эти идеи вот в массы. Вот насколько вам кажется, что такой вот способ тоже действенный, и как вы вот оцениваете это? Ну, обязательно, и в этой компании тоже на «Спорт Ела-2», то, что сейчас там происходит тоже в рамках этой компании, там делается граффити, где тоже его, как бы этот объект будет называться «Возрастный порог», и там этот рисунок символически будет подчёркивать, да, что когда ты достигаешь какого-то определённого возраста, ничего не меняется, да, ничто не должно меняться. Люди — те же самые люди. То, что важны, наверное, это ценности людей, их активность и трудоспособие, и это то, что самое главное. Так что, я думаю, есть и какие-то моменты тут, если говорить так немножко пошире о Европе, например, то есть одно рекламное агентство в Англии, которое тоже создало, может быть, по этому фильму свою программу интернов именно для людей, которыми за 50, да, значит, они очень, как это будет по-русски, целеустремлённо ищут таланты именно в этих других группах, потому что если наши клиенты будут стареть, то мы сами должны понятию выучить, что это значит быть в этой возрастной группе, какие там самые важные ценности, что им важно, чтобы мы могли именно представить и лучший сервис, и лучший продукт. Вообще, конечно, это интересный парадокс. Общество стареет, и вот эта возрастная группа, она всё больше увеличивается год от годом, но при этом она и самая дискриминируемая. Дискриминируемое большинство, получается. Как-то интересно выходит. Да, но просто с другой стороны, вот мне казалось, нет ли такого парадокса в предприятиях по управлению человеческими ресурсами, с одной стороны, они должны найти самые лучшие кадры, самые подходящие для компании, но с другой стороны, вот вступает в силу вот это, ну, желание не дискриминировать группу, вот как соблюсти вот эти интересы работодателя и работника, вот нет ли здесь противоречий, вот как раз, ну, вот в компании, которые ищут, ну, хэдхантеры, которые ищут лучших специалистов? Я думаю, что я возвращаюсь тоже к самой тезе, что всё в голове руководителя. Да, если руководитель будет думать, что работники такие и этакие, эти могут сделать работу, эти не могут, и они сами готовы, не готовы ничего менять, то, конечно, это очень большая дилемма, да, и для того, как это предприятие будет работать, например, через 10 лет, и для того, как они смогут вообще свою работу делать, потому что то, что, по-моему, очень важно понять, это что не только... И роли меняются, да, если вы смотрите сейчас на рабочий рынок, те времена, когда работодатели могли ходить и выбирать работников, сейчас не то время, сейчас время, когда работники выбирают работодателей, и я думаю, что очень важно для этого, ну, понять для работодателей и как бы предлагать такую среду, где работник знает, окей, сегодня мне 35, через 5 лет мне будет 40, что со мной будет тогда? И они сразу, когда они уже сейчас выбирают своих работодателей, они на это смотрят. Так что это не только как бы какая-то прихоть, но это необходимость, чтобы самим фирмам и компаниям быть, ну, долгосрочные, тоже продуктивными. Ну, это как в сказке, когда отец хочет отвезти на санках дедушку в лес, а внук, ну, его сын говорит, не только санки не выбрасывай, а тебя тоже на них повезу, и тот как бы вдруг понимает, что, может быть, он и не прав. И очень много фирм, я в прошлой неделе, например, говорила с одной очень большой организацией, где мне руководитель по персоналу открыто сказал, ну, пожалуй, я понимаю, это правильно, но у нас в команде об этом даже говорить никто не хочет. Да, и я как бы сразу вижу, вот как вы говорите, эту ситуацию через 10, через 15 лет, у них будут очень большие проблемы, потому что они сами будут в такой же ситуации, когда или их выбросят, потому что среда не менялась, или среда изменится так, чтобы любой там чувствовал себя хорошо, несмотря ни на возраст, ни на какие другие признаки. Вот, поэтому мы на Радио Болтком и не боимся поднимать подобные темы, понимая их важность, и что нужно говорить о таком, обязательно и объяснять, и проводить разъяснительную работу. Желаем действительно успешной проведения этой кампании, надеемся, что результаты этой кампании мы скоро увидим, тоже ощутим на себе. Да, будем даже. Да, скрестили пальцы. Благодарим Парслу Башку, бизнес-партнёра предприятия по управлению человеческими ресурсами Эрда Групп. Мы говорили о компании Атверты Бейерверты, по открытости этой ценности. Она посвящена вопросам эйджизма во всех его проявлениях, насколько это опасно для, в общем-то, развития нормальных человеческих отношений в обществе. Парслу, удачи, хорошего дня. У нас небольшая пауза, после которой мы поговорим об одном очень таком интересном и красивом бизнесе, о свадьбах, о том, как правильно и красиво проводить свадьбы. РАДИО БОЛТКОМА